Железная дорога – объект повышенной опасности. Под колесами железнодорожного транспорта ежегодно получают тяжелые травмы десятки детей и подростков. Немало случаев и со смертельным исходом. Акция «Безопасность» направлена на предупреждение таких случаев. Учитывая, что эта тема очень актуальна, дети у нас переходят железную дорогу, даже иногда с родителями в неположенном месте. Плюс ко всему получают травмы такие, что приходится долго лечить этих детей. И все из-за того, что они нарушают именно то, что запрещено законом. Поэтому мы сегодня собрались здесь к цели поддержать эту акцию, поддержать тех подростков, которые правильно переходят железную дорогу. Ребята из молодежного парламента охотно приняли участие в акции. О нарушителях они сообщали контролеру, а законопослушным жителям и гостям города они раздавали агитационные листовки. Самым маленьким пешеходам достались подарки на железнодорожную тематику. Всегда я соблюдаю правила поведения на железной дороге, перехожу всегда по пешеходу. Считаю это безопасно для всех. Это нормы правил, их надо соблюдать. Я не безразличен к данным людям, которые по своей ошибке, по своим незнаниям, по своей неопытности соблюдают и нарушают закон. Агитация, предотвращение, контроль – все это ежедневно выполняет линейная транспортная полиция. Совместно с представителями управления по работе с молодежью и комиссией по делам несовершеннолетних администрации района в акции приняли участие правоохранительные органы и сотрудники прокуратуры. Повлиять на несовершеннолетних можно проведением профилактических мероприятий. Это беседы в школах, беседы в местах скопления молодежи, также на платформах. Ну и пресекать правонарушения. То есть остановить несовершеннолетнего до того, как он нацелился перейти железнодорожные пути в неустановленном месте. Как показал опыт, такие профилактические меры воздействия работают. Однако стоит помнить, что железная дорога для всех, а для детей особенно, является зоной повышенной опасности. Переходить пути стоит исключительно в положенных местах. Это поможет сохранить не только здоровье, но и вашу жизнь. Подобные акции в Люберецком районе проводятся постоянно. Следующая агитация пройдет уже в апреле. Анна Троян, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение.